Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях Ноябрь Ноябрь – 11-й месяц календарного года, завершающий осенний природный цикл. До реформы календаря Юлием Цезарем числился в ряду братьев-месяцев девятым по счету, да и в переводе с латинского «новембо» значит девять, А на Древней Руси, где месяцы по порядковым номерам не нарекали, ноябрь из-за неустойчивой холодной погоды, самых темных в году ночей, сырости и грязи имел много названий. Одни, видимо, смотревшись на застывшие под ледяными порывами ветра груды замерзшей земли, этот осенний месяц груднем звали. Другие, устав мокнуть по бесконечными проливными дождями, называли ноябрь гнирицем. А третий, глядя на голые черные стволы сбросивших листву деревьев, его единолистником окрестили. А еще, в зависимости от характера погоды, ноябрь то полузимником и студенцом слыл, а то и в разряд месяцев листопадников перебирался, удивив всех неожиданным по эту пору теплом и солнцем. Но такое крайне редко случалось. Да и не тепла, а снега все больше ждали от него соскучившиеся по свету люди. Ведь ноябрьские ночи до снега темны, а он, как правило, к концу месяца прочно на землю ложился, оставаясь на ней до самой весны. А как же иначе? Ноябрь – сентябрь внук, октябрь – сын, зиме – родной брат. В ноябре мужик с телегой прощается, сани забирается, в ноябре снега надует, хлеба прибудет. А если при этом и лед успеет покрыть прозрачным панцирем пруды до затоны, на небывалые урожаи зерновых можно рассчитывать. А еще раньше был, да и по сей день существует, славянский ведический календарь, который называется «Каледы-дар». И включает он в себя 9 месяцев по 40 и 41 дню. Первый из них – месяц Божественного начала, который заканчивается в первых числах ноября, а после него начинается месяц новых даров или собранного урожая. Вот такой этот месяц – ноябрь. Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok